Известного артиста спасли от голода в Нижнем Новгороде. Правда, тогда он еще не был таким известным. В этом признался Александр Панкратов-Черный, российский актер театра и кино. В Нижнем Новгороде он учился в Нижегородском театральном училище и каждый год приезжает сюда повидаться с коллегами и друзьями. Подробнее Александр Алешин. Каждый раз, когда Александр Васильевич приезжает в Нижний Новгород, обязательно идет в театральное училище. Сегодня не исключение. Александр Васильевич, с приездом вас! Очень рада, что приехали. Спасибо, здравствуйте, здравствуйте. Я всегда был с волнением. Очень рад, что училище носит звание Евгения Саныча Евстигнеева. Я очень горжусь и хвастаюсь по всему миру, что мы с Евгением Санычем, как он любил говорить, Санька, не забывай, мы с тобой из одного гнезда. Приехали поступать, вы приехали с одной котомочкой? Да, с совойской. Сетка, сеточка была, да. Там был кусочек сала, буханка хлеба и белая рубашка, которая от кусочка сала пропиталась, вся в пятнах была. А сестра мне сказала, говорит, Сашка, в артисты идешь, надо белую рубашку взять. Вот взял белую рубашку, да, и джинсы, говорит, сейчас в городе модно. Все ходят в джинсах. И купила мне, я как сейчас помню, за 4 рубля 70 копеек джинсы наши, советские, с желтой строчкой еще, помню. Вот так я поступал. Вчера, ребята, я так схулиганил. Открывали Международный литературный фестиваль Максима Горького. Я обнаглевываю сказал, а вот в этом году будет 100-летие нашего училища, а общежитие когда будет? Они сказали, будет, будет, будет. Я говорю, вот при всех свидетелях. А там писатели, поэты, перевозчики из Франции, из Финляндии. Живой, энергичный. Такого больше нет актера, как он. Это что-то. Мы его так любим. Он приезжает почти каждый год к нам. Я в театральное поступал только потому, что мне надо было стать артистом, чтобы поступать на кинорежиссуру. Поэтому я, как говорят, сибирский ум алтайского происхождения, решил сначала стать артистом, узнать, что это за профессия, а потом идти в режиссуру. Он очень хороший. Любимый актер. Прямо очень вдохновляет и прямо сразу хочет работу творить. Я здесь всегда был счастлив. Вы знаете, потому что такой заботы о нас, о студентах, я не встречал в жизни. Людмила Александровна Болюбаш меня подкармливала. Знала, что я бедный, живу на одну стипендию, мама помогать не может. И она мне говорила, Панкратов, у тебя большие проблемы с речью, поэтому по выходным будешь приезжать ко мне на дом. Она меня до отвала кормила борщом, котлетами, пирожками какими-то. Потом все это упаковывала в огромный пакет. Говорит, и своим сожителям поможешь попитаться. Я говорю, ну, Людмила Александровна, сейчас будем речью заниматься. Буду я на тебя выходные дни тратить. Пошел вон! Нижегородцам привет и поклон нижайший. И радуйтесь, нижегородцы, что в вашем городе живут прекрасные люди.